Да, это первый раз прервался эфир, потому что был сбой в связи, а сейчас мы продолжаем, надеюсь, что сейчас сбоя не будет, потому что я вошел сейчас на мобильном интернете, надеюсь, что сейчас сбоя не будет. Мы изучаем 20-ю главу, 20-я глава Мишли, притчи царя Соломона, 20-я глава, и сегодня у нас будет 7-й и 8-й отрывок, 7-й и 8-й отрывок. Все, переподключаемся. Значит, напоминаю, в 6-м отрывке мы учили, значит, что есть много людей, которые называются милосердными, но спрашивает царь Соломон верного человека, которому можно доверять, кто найдет. Говорит царь Соломон такую интересную вещь, что большинство людей, которые выполняют заповеди, например, милосердие, помогают ближним, они это делают ради личного интереса. Есть, которые делают ради интереса такого очень земного, да, чтобы тебя получить почет. Некоторые делают ради интереса земного, чтобы получить благодарность. Некоторые делают ради интереса духовного, потому что они верят, что Бог, они верят, что Бог все-таки награждает праведников, что Бог за заповеди дает награду и за преступление дает наказание. И тот человек, который верующий, он, вот я, например, такой верующий, я конкретно, я верю, что Бог дает награду за заповеди и наказание за преступление. Верю, видел, у меня есть тысячи доказательств, и я поэтому, я служу Богу, ожидая награду, да, ожидая. То есть, самая высшая форма, это когда человек служит Богу, не ожидая никакой награды. Но, чтобы к этому ступени прийти, это нужно быть даже не цадиком, а еще выше. И вот седьмой отрывок, он как раз говорит об этой форме, высшей форме служения Богу. Значит, седьмой отрывок звучит так. Кто такой цадик? Кто такой праведник? Праведник, это тот, который побеждает, постоянно побеждает свое внутреннее злое начало, животное начало, побеждает его и выбирает в любой ситуации выполнить то, что Бог сказал делать. Это есть поверевающие заповеди, и то, что Бог сказал не делать, это есть заповеди запрещающие. То есть, цадик, он все время борется с тем, что называется, эгоизм, это желание все делать только для себя, это эго. Он направляет свое внимание и силы на то, чтобы помогать другим. Он подчиняет свой интеллект, интеллекту Торы. То есть, именно Торе, он говорит, что, ну кто я? Я просто человек. А что такое Тора? Это пророки. Пророки, которые общались с Богом. Как где я, где пророки. Значит, я буду делать не то, что мне кажется нужным, правильным и интересным, буду делать то, что сказали пророки и мудрецы. Это праведник так поступает. Теперь, но есть еще ступень, когда человек, его называют царь Соломон Яшар, прямой, там это непорочный. Есть люди, которые, которые вот просто они, вот прям они святые. Знаете, вот просто святые. То есть, они настолько прониклись вот этим божественным духом, что у них просто нету даже уже вот этого вот внутреннего животного, животного гнева, раздражения, желаний, вожделений и так далее. Они просто святые люди. Это, конечно, ну более высокий уровень. Теперь говорит нам царь Соломон интересную здесь вещь. Он говорит, когда праведник ходит в непорочности своей перед Богом, будут счастливы сыновья против него. После него, не против него, после него. Вот как-то я спрашивал у одного своего знакомого, он помощник, помощник такого миллиардера, прям реального миллиардера, еврея. Я спрашивал, вот объясни мне, а почему он миллиардер? Он что? Он что, ну вот умнее других? Или там, почему он миллиардер? То есть, есть много людей умных, прям реально умных. Они миллионеры, они зарабатывают миллионы долларов, они очень такие, умеют делать бизнес. Есть много умных таких людей, бизнесменов, невероятно умных. Я знал прямо лично, там, десятки людей, которые, которые строят бизнес прямо вот идеально, схематично разбираются в людях, все. Но миллиардеров, среди них единицы. Почему миллиардеров в мире всего, две с половиной тысячи миллиардеров в мире, две тысячи восемьсот? И вот я спрашивал у помощника одного из еврейских таких миллиардеров, что он думает, почему тот миллиардер? А тот говорит, потому что ему везет. Вот ему прет вообще, прет ему вообще, прет, прет и прет. Везет. Он умный, он делает все, что делают другие миллионеры, но он миллиардер, потому что ему повезло. Я ему задаю тогда второй вопрос. А как ты думаешь, почему ему повезло? А он мне отвечает, ты знаешь, говорит, вот на этот вопрос у меня нет ответа. Вполне может быть, что его какой-нибудь папа или дедушка или прадедушка, они, может, такое какое-то сделали, там, великое дело, что вот этого потенциала, божественного потенциала, как Авраам Авину, который прадец Авраам, он соединился с Богом. Бог ему дал десять испытаний невероятных. Он прошел просто такой квест, прямо, ну, десять испытаний было у Авраама про отца невероятных. И Бог ему говорит, все, награда, твои потомки унаследуют землю. То есть, твои потомки Авраама, они унаследуют землю, вечную жизнь, святую землю, землю Израиля и так далее. Все. И даже Аврааму Бог сказал, и твой сын Ишмаэль, он тоже будет великим народом, великий народ сделай из него, рука его будет на всех, рука всех на нем. То есть, за что? Потому что Авраам был близок к Богу. Но, говорит Бог, потомство твое пойдет через Ицхака. За что? Потому что Авраам был близок к Богу. То есть, мы видим, что заслуга отцов, она передается на сыновей. И Бог напрямую, прямым текстом Бог сказал, что будет, я, говорит, награжу тех, кто со мной до тысячного поколения за то, что выполняют мою волю. И накажу до третьего, четвертого поколения, сказал Бог. Задается вопрос, почему на тысячу поколений Бог дает награду? И почему наказание, он сказал, накажу до третьего, четвертого поколения? Ответ очень простой. Что любой грех, если человек отходит от Бога, то он отошел от Бога. Его сыновья, если они делают то же самое, они еще дальше отошли от Бога. Их сыновья, если они есть, они еще дальше отошли от Бога. И четвертого поколения просто нет уже. Все, они уже, любой грех уже на третьем, четвертом поколении, если он продолжается, он как снежный ком, просто уничтожает эту семью, этот род, иногда эту целую страну, потому что мы видели в истории, когда страны начинают грешить против Бога. Это началось еще с Дома Амора, потом было Нинвы. Все древние империи погибли из-за грехов, потому что они ушли от Бога. На наших глазах мы видели, как империя распалась, империя злобная такая, империя зла ее называли. Империя зла это СССР, бывший Советский Союз, это империя зла, конкретно ее так назвали. Она была просто конкретно антирелигиозная, антибожественная. А то, что отходит от Бога, Бог сказал, до третьего, четвертого поколения накажу детей за грехи отцов. Мы видим, что если 17-й год это было первое поколение, то как раз три поколения в среднем по 25 лет, 75 лет и не стало СССР. Мы видим, как прям конкретно империя зла рухнула, потому что она отошла от Бога. Несмотря на то, что лозунги были абсолютно правильные. Учиться, 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 значит, землю крестьянам, каждому, от каждого по способностям, каждому по труду. То есть лозунги были, они очень похожи на то, что говорит Тора, но если взять любой лозунг, взять добро и оторвать его от Бога, от корня добра, да, что это Бог сказал, что это добро, это зло, это делай, это не делай, то любое даже то, что кажется добром, по факту добром не является. Понятно, да? Теперь мы видим, что в седьмом отрывке нам царь Самомон прям конкретно раскрывает вот эту вот интересную последовательность. И он нам говорит, что если ходит садик в беспорочности, то будут счастливы сыновья после него. Представляете? Значит, очень важно, когда вы делаете добрые дела, то вы должны... А есть еще интересная такая, как иллюстрация этого, как это работает. Грехи отцов, заслудия отцов, как это все передается. Как-то есть... Открыли такой... Один человек приехал в город, и он видит на ресторане вывеска. Написано, ресторан, за все заплатят ваши дети. Он такой удивился, говорит, что это за ресторан, название, за все заплатят ваши дети. Значит, идет он, приходит он в этот ресторан, зашел. Ему приносят меню, он говорит, а что, кто платить будет? За все заплатят ваши дети, не переживайте. И он, значит, давай, заказывает, заказывает, заказывает. Сидел в ресторане, пил, ел, отдыхал, развлекался, все. Значит, ему приносят счет, заплатят внуки. Он, значит, подписал этот счет, что я поел, внуки заплатят. Собрался уже уходить, ему говорят, секундочку, а вот для вас счет вы же должны оплатить. Он говорит, в смысле, внуки же оплатят. Ну да, а это счет вашего дедушки, это ваш дедушка тут накушал, вы его внук, вот вы сейчас за дедушку заплатите. И мы видим, что действительно так оно получается, так оно получается, что внуки платят за дедов, если они не отошли от этого плохого пути, по которому шли деды. И здесь я сейчас вспомнил, у меня мелькнула еще одна очень... А, история, очень когда-то я ее приводил, к примеру. История очень интересная о семье Чай Высоцкий. Знаете, есть Чай Высоцкий? Чай Высоцкий. Значит, был такой Высоцкий, он учился в Яшиве, в Воложине. Учился у великих мудрецов того поколения, вот где-то лет 150 назад это было. И вот он после того, как он учился в Яшиве, стал таким гениальным, научился молиться, понял, как мир работает, изучил то, что мы сейчас с вами изучаем. Все, он разобрался, как все работает в Высоцке. Он открыл вначале торговлю зерном, а потом торговлю чаем. И через какое-то время он стал одним из самых богатых людей в России. Ему принадлежало 30% чайной торговли. То есть он был по сегодняшним деньгам миллиардер долларовый. Теперь он был религиозный, он все соблюдал, он молился. Но дети его отошли уже от Торы. И дети его спонсировали как раз партию вот этих вот эсеров, еще не коммунистов, а те, которые были до коммунистов. Эсеры они назывались, вот Теренский, там вот эти все такие социалисты. Его дети Высоцкого были главными спонсорами вот этой партии, которая сделала первую революцию в России. Ну, потом к власти пришли коммунисты. Чай Высоцкий, Сахар Бродский, а вся была страна, а Россия была Троцкого. То есть Троцкий это был еврей, который полностью отошел от Торы антирелигиозной, который себя полностью не отождествлял с евреями вообще, включая своего родного отца. То есть он полностью отказался от Торы, от своего народа. И он полностью был такой убийца, который и закончил как убийца, кстати, его зарубили ледорубом. И вот Троцкий забрал все у сыновей Высоцкого, и часть семьи уехала в Европу. И одна веточка маленькая уехала в Израиль. И потом, потом наступили 30-е годы в Европе, и всех европейских Высоцких нацисты уничтожили в концлагерях. И осталась одна маленькая ветка этой семьи, которые уехали в Израиль. И в Израиле сейчас есть Чай Высоцкий, которому 70% торговли чаем в Израиле, это Чай Высоцкий. Очень хорошая семья, которые продолжают соблюдать. Есть очень много таких вот старых семей, которые много лет живут в Израиле, и которые как раз выстроили бизнес по законам божественным. И это то, что Бог сказал, что ходит праведник в непрочности своей, счастливы сыновья после него. Закон работает так, что если сыновья идут по плохому пути до 3-4 поколения, и нет. Если сыновья становятся на путь Бога, то они становятся уже сыновьями Бога. И тогда эта цепочка негативная прерывается в любой момент, и тогда не отвечают дети за грехи отцов, потому что они стали праведниками. И они включают новую цепочку, новую цепочку включают, что дети будут счастливы после родителей, которые идут по пути Бога. Дальше, восьмая, восьмая, восьмой отрывок, он звучит так. Мелох юшев альтесе дин, мизаре бейна в кольра. Значит, переводится это так. Царь сидит на троне суда. Дин, вот есть разница. Слово дин есть суд, и слово мишпад есть суд. Так вот, праведник сидит на, не праведник, царь сидит на троне, на троне Дина, да, суда, мизаре бейна в кольра. И он своими очами, как бы перед мизаре бейна в, значит, своими очами он рассеивает все зло. Значит, когда, ну вот люди задают такой вопрос, куда Бог смотрит, как Бог смотрит, пусть Бог нас рассудит, и призывают Бога, чтобы Бог начал судить. Говорят, вот как так? Вот один человек делает зло, и ничего, а я, например, такой хороший человек, у меня все плохо. То есть люди очень часто обращаются к Богу, и или задают вопрос на Бога, или просят Бога, чтобы он рассудил. Значит, Бог, создатель мироздания, у него есть, вот он создал мироздание, да, он творец, создатель. Причем Эйнштейн верил вот в этого Бога-создателя, творца, он говорил, что у мира есть творец, это факт. То есть мироздание, у него есть тот, кто его сотворил. Это оно очень организованное, очень такое гениальное, и, ну, невозможно, чтобы оно возникло случайно и хаотично. Теперь, но Эйнштейн сомневался, или этот творец участвует в управлении мирозданием, или установил ли творец вот эти вот законы, добро, зло, наказание, преступление. Теперь мы знаем точно от пророков, что да, что творец не только сотворил мир, он участвует в управлении миром, но его участие в управлении миром, оно идет по, как бы, по двум основным каналам. Есть суд, есть канал, который называется суд, когда он наказывает за нарушение, за преступление. Есть канал, который называется милосердие. И канал милосердия, он не отменяет вот этого аспекта суда, они просто смешаны очень сильно. И милосердие это то, что откладывает расплату, откладывает суд, дает, возможно, человеку раскаяться, то, что называется ляк-зор-будшуа, то есть исправить негативные последствия своих поступков. В общем, система очень сложная, и она работает именно вот на вот этих вот двух каналах суд и милосердие. Суд и милосердие. Теперь, если зло не наказано сразу, то это не значит, что оно не будет наказано. И оно не значит, что вот зло можно делать безнаказанно. Оно будет наказано. Но, возможно, в данный момент сейчас Бог находится в фазе милосердия. То есть есть фаза у каждого человека, вот вы можете по себе понаблюдать. Иногда бывает, приходишь домой, и плохое настроение, и любая какая-то мелочь может человека вызвать у него взрыв, какую-то обиду, какую-то там слюну. То есть бывает он в хорошем состоянии, и то же самое, а он в этот момент засмеется, скажет, да, с кем не бывает, там, всякое бывает. То есть на одни и те же события человек реагирует или очень сильно гневно, или он реагирует очень спокойно. Теперь, когда здесь написано, что царь сидит на троне суда, то вот это слово «один» – это когда он просто наблюдает за событиями, но он еще не вынес постановление. И он своими глазами рассеивает все зло. То есть основное, все равно качество Бога – это любовь и добро. Потому что если бы основное качество Бога было гнев, то он бы мир уничтожил бы в три секунды. Ну, просто мира бы не было. Зачем этот мир нужен Богу? Единственная причина, почему есть все это мироздание – это Бог хочет давать. Он добрый, он хочет давать добро, он любящий и так далее. Но все же должно быть честно, и есть поэтому добро, зло, преступление, наказание, награда. Есть вся эта система, как компьютерная игра. Теперь, здесь нам в восьмом отрывке царь Соломон говорит, что мира добра больше, чем мира суда. И Бог, он как бы сидит на вот этом вот своем троне. И как бы, это все как бы, это метафора такая, притчи. И он, значит, все замечается, но он посылает больше сигнал добра, чтобы человек успел раскаяться. И он, Бог хочет, чтобы он простит за наши грехи, но он не может простить, если сам человек не раскаялся. Он не может простить, если сам человек никого не прощает. И вот здесь как раз вот то, с чего я начал, когда один человек судит другого и говорит, «Пусть Бог рассудит, пусть Бог его накажет», он в этот момент призывает, призывает как бы в этот мир, меру суда. И первый, на кого этот суд пойдет, на него же на самого. Поэтому очень важно не призывать Бога в суде. Когда люди начинают рассказывать, что я, вот как раз следующий отрывок, он как раз был вот об этом, но мы его завтра уже пройдем, давайте тогда завтра мы продолжим эту тему. Почему? Потому что в девятом отрывке царь Соломон как раз продолжает восьмой и говорит, «Миямар, затите либи та арти михатати». Он говорит, а кто может вообще сказать, я очистил сердце свое, я очистил греха своего. То есть, если, говорил это царь Давид, что, нет, царь Соломон говорил в Каэлите, что говорит, что нету цадика, нету праведника, который бы не согрешил. То есть, чуть-чуть у каждого есть какие-то нюансы, невозможно пройти вот полностью, нигде ничего даже случайно не нарушив. Поэтому вот он как раз в девятом отрывке говорит, «Кто может сказать, я очистил сердце свое, я очистил греха своего?» А раз никто не может так сказать, так ни в коем случае нельзя призывать Бога к судью и говорить, накажи его, накажи его, накажи его. Потому что если ты включаешь меру суда, то ты тогда можешь ее в первую очередь, эта мера суда, она идет на тебя. Вот, поэтому давайте постараемся никого не судить, не быть злодеями в своих глазах, стараться раскаяться во всех своих каких-то случайных ошибках и нарушениях и призывать Бога только как любящего, как того, кто любит, который помогает, который делает добро. И тогда в первую очередь это добро, оно пойдет на каждого из нас. И есть тоже один такой как лайфхак в молитве. Если вы хотите, чтобы Бог услышал вашу молитву насчет вас, вначале молитесь за других людей. То есть молитесь, чтобы Бог дал, вам нужно здоровье, помолитесь за 10 других больных. Вам нужна семья, помолитесь за 10 человек, чтобы у них была семья. Вам нужны деньги, помолитесь за 10 человек, чтобы у них были деньги и искренне помолитесь. И в этот момент ваша молитва будет принята, потому что вы пробуждаете вот то же качество, та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, благословения, здоровья, в семье, в деньгах, в хорошем настроении, чтобы было у всех хорошо на душе. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня. Напишите свои выводы, пожалуйста, поделитесь своими выводами с друзьями и повторите то, что вы изучали вчера, позавчера, позавчера, потому что важно не услышать и понять, а услышать, понять, запомнить и применить. Все, всем удачи, успехов.